Если кто-то хочет, чтобы вас нежно задушили, без синяков, вот можно делать 5 подходов по 75. Нужно использовать хорошие препараты. Мерю бицепс, он с 35, а опустился до 33. Главное, чтобы Алексей ничего не перепутал, он ничего этого не задушил. Так, оказывается, тоже брать терминатор. Немножко киборг, да. И вот они там любят спорить, знаешь, на пресс там, на миллион там рублей. Я говорю, бля, пацаны, говорю, со мной хоть раз подспорьте, пожалуйста, говорю. За 3 месяца я набрал 20 кг. Тренируя 7 часов в день. Вытерся, знаешь, почему? Думал, чтобы вода обратно не впиталась, потому что я вспотел. Видеть можно по яйцам, по голове, на лежачем можно вкакать. Слушайте слова человека, который 174 года уже сражается на ринге. У нас доброе утро, друзья мои. У вас, возможно, обед или вечер. Мы вас приветствуем. Сегодня я в гостях у удава Алексея Оленика. Великий, великий наш боец. Сразу хочу первый вопрос задать, который у меня возник. Ну, если честно, не только что, а на первом этаже, когда я думал, как я буду представлять, откуда прозвище удав. И почему именно оно? Давно-давно это кто-то придумал. И неоднократно много людей выказывали это мнение, и все. А у меня из... Ну, я дрался там 80 раз по ММА, там 50-60 по боевому самбо, еще по другим видам единоборств и так далее. То есть их там, наверное, 150 поединков, и из них там около сотни или больше этого удушающего приема. Мне нравится человеку прижаться и аккуратненько его задушить, без всяких повреждений членов. То есть ты максимально такой добрый, не любишь людей бить... Нет, не синяков, переломов, только вот тихонько придушить. Отлично. А на каком этапе карьеры привязалось это? Лет через 8, наверное, 7-8 карьеры. Сейчас у нее уже 26 лет карьеры. А лет через 5-8, наверное, где-то в этот период. Мы сейчас обязательно спросим, как вообще, как возможно так долго, успешно выступать по единоборствам. Ну, нужно использовать хорошие препараты. Хорошо тренироваться, как препараты. На самом деле тренироваться нужно нон-стоп, как бы это ни звучало. Самая сложная вещь, это остановка. Когда ты начинаешь притормозить полгода-год, и уже потом начинать не хочется. И получается, ты не просто остановился, ты потихонечку все равно сполз. Полгода простой, у тебя все равно что-то год еще не тренировался. Потому что тебе нужно догнать себя еще и догнать. И шагнуть, и вернуться тяжело. И у тебя вся карьера нон-стоп? Практически, да. Травмы были серьезные, из-за которых приходилось притормозить? Или ты с ними пахал? Было и с травмами, и выступал с травмами, и знал, что травмы есть. А соперники знали? Не знаю. Надеюсь, нет. Потому что я как бы тренируюсь, неважно, там, ну, сломанные ребра, это уже как бы знают даже все, я это часто говорю, потому что боев 5-6 последних, только на одном не были сломаны ребра. Все остальные бои выходил со сломанными ребрами и тренировался со сломанными. Так получалось. А как у тебя каждый раз ребры ломались? В основном в борьбе. За счет броска, за счет кручиваний, ударов там и так далее. Вот, а вот сейчас в ударной работе, чуть ребра более целые. У тебя совсем скоро поединок. Поединок по правилам бокса. Да, очень нестандартный для меня поединок. Когда, где мы ждем? Когда смотреть? 26 августа, Казань, все, это кубок, 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 день города Казани, кубок Казанского Кремля. Вот, смотрите на матч ТВ примерно в полночь. Примерно в полночь будем тебя болеть. 26 на 27. Все, отлично. Все запомнили. Ссылочка на Алексея снизу в описании. Надо бы подписаться. Заряд мотивации, опыта. Кстати, прийти можно записаться на тренировки в том числе. Если кто-то хочет, чтобы вас нежно задушили, без синяков, вот можно прийти. Не вези синяков. Потом можно в офис на следующий день. Идти, да? А может, кому-то синяки нужны наоборот, придут, скажут. Я на тренировке с оленейником, вот у меня. Подтон придушил, отпинал. Я, с того позволения, налью себе, потому что я, как обычно, не спал. Работает, льется. Так, ну что ж, друзья, мне порция притрена сегодня, чтобы с Алексеем увидеться и успеть все дела в Москве. В 5 утра я встал, прилетел. Ну, знаете, мне с Питера... Вот как ты так функционируешь хорошо. Мне с Питера, в принципе, вот до Москва-Сити, мне кажется, быстрее, чем некоторым москвичам от дома до работы. А что, с аэропорта 40 минут ехал, 45, и на самолете час 10 летел. И там вот до аэропорта по Питеру 25 минут. Я из Троицка ездил в Москву на тренировки, и 3 часа 40 минут, или 3,50 мне занимало. Вот, так что... В одну сторону. Возможно, просто это выходило чуть-чуть дешевле, чем мне. Это как сказать по мозгам, по нервам, по силам. Это да. Сеглашусь. Итак, да. У нас будет легкая, круговая тренировка. Четырехчасовая. Четырехчасовая, да. На самом деле, естественно, Алексей, скоро бой. Мы не должны вмешиваться серьезно в тренировочный процесс, который продуман. Вот Алексей уже поделился. Думаю, очень полезная информация для ребят, кто занимается единоборствами. Часто-то выступает. Ты смещаешь сейчас свой тренировочный график. Временной. Да. Переходишь на тренировки ночью, то есть когда-то. Ну, вначале ночи. Это всегда так. Даже в UFC мы дрались. Я знаю, что я буду драться в 10-11 вечера. И, как правило, у меня вечерняя тренировка в 5-6 вечера, она переносится на время выступления. То есть, если ты дерешься в 10 вечера, то ты начинаешь тренироваться в последнюю тренировку в 10 вечера. Если ты дерешься, как сейчас в 12, то мы сейчас решили с тренером перенести. 12 по Москве. Да. Потому что Казани, если тоже перенос по времени, там это будет, получается... Надо посмотреть часовые пояса еще. Если часто, то я буду часто нерваться. Ну, я к чему и говорю, да. По-моему, в Казани время отличается. Часик, я думаю, уже не так важно, но тренировка ближайшая назначена на 12 ночи. И это работает, ты замечал, эффект есть. Ну, ты хотя бы, тебя не начинают рубить спать в 8-9 вечера, как-то по режиму, так сказать. Другие спортсмены, наоборот, вот так делают. Ты замечал это? Не все. Стандартная практика или это твоя фишка? Часть спортсменов так делают, часть либо не знают, либо просто не делают. Отлично. Первое, первое мы сейчас заберем. Если какой-нибудь жим от груди, вот там, мне кажется, у зеркала будет чудесный вид. Тренажер. Десяточки-то. Надо разминаться, правильно? Алексей сразу же схода решил унизить то, что я сильно ниже ростом. Я тут уже работал пару раз с тренером и помню, что руки должны быть примерно здесь. А там они оказались высоковато. В диапазон 15-20 мы уходим, работаем легко, сделаем каждую мышечную группу. По щиты рабочих подходика. Примерно так. Мы сделаем два разминочных, а может и больше. Нам торопиться некуда. Как раз имею в виду для разминочных. Да нет, слушай, я сейчас максимально разобранный, я две недели не тренировался. Травмировал плечо свое. У меня же левая рука с четырех шестей собрана. Я с 12 метров на бетон падал, у меня вырвало плечо. Осколочный, репозиционный, в перемешку перелом. И вот знаешь, с возрастом, последние несколько лет, у меня очень сильные частоты, поцелевая сторона. Чувствуется, да? Очень. То есть у меня начало плечо в круг, оторвалась манжета сначала. Потом вот у меня сросшийся сустав. Это у многих, знаю, бойцов. Видишь, кость торчит? Нет, вот эта сустава, она вот нарушена. Сначала манжета. Сейчас потом сухожилие длинной головки бицепса. Все. Но я что решил? Я понял одно. Я же машина. Сейчас в круг все заживет. Знаешь, типа, кулак поменяем, рычаги поменяем, ступицу поменяем. И при должном уходе... Одна дорога в ММА. Понимаешь? При должном уходе, как в кино, это «Жажда скорости» или как этот фильм-то был? «Faston Furious» где Доминик Торетто. Там последняя часть. При должном уходе эти машины могут бегать вечно. Что, кстати, касается Алексея, в частности. Столько времени бить людей. То же самое. Еще раз, да. Да, 20 повторений. Жажда скорости, да. Знаешь, это тот момент, когда мы с тобой еще помним первую часть. Многие, наверное, не знают, что она была. Есть? Есть? А сейчас 20? Нет, я говорю, есть. А, есть? Я 20-ку сделал бы. Тебе сколько лет? Мне 34. 33, но наврал бы. Я в UFC 37 подписался. Так что у тебя сейчас годик на хорошую тренировки подписываю. Нет, меня только если поп-ммэй годик готовить. Но у них столько денег нет, чтобы мне заплатить. За то, чтобы меня били. Будем моих бить. Но у меня и моих друзей-партнеров с кем-то знаком есть мысли. Мысли пока только. Для этого нужны, конечно, специалисты и поддержка. А возможность создания собственного промоушена. Вот. Ну и ряд других проектов. Дверь добавляем? Да, теперь мы добавляем. По десяточке. По десяточке. Если кто-то сейчас начнет писать в комментариях, что я мало поднимаю. Идем на бодиманию полтора месяца назад. Нормально, гантели по 60 килограмм летали. Просто, ребятки, травмировался. Не начинайте. А то, знаешь, будут залетные. О, бля, здоровые там мышцы, не настоящие. Я бы сделал больше, но ладно, я и за Руслана. Да, чтобы меня не дискредитировать. Не, ну я шучу. Чисто по-братски поддерживаю. Я больше тоже не сильно люблю. Я был молодой, маленький, дурной, лет 18, пошел качаться. Пришел, меряю бицуху 35 сантиметров, все такое. Начинаю там делать вот это, там, тренажеры всякие. Вот это сведение. И делаю пять подходов по 75. По 75. Через полтора месяца, ну там и разные другие вещи. Также делаю по 30, по 50, по 70 повторений. Меряю бицепсу, он с 35 опустился до 33. Думаю, ну нахрен такую качалку. Подсушился? Да. Ну, информации не было, никто ничего не подсказывал, не говорил, питания не было. Я просто делал побольше и делал побольше. И брал побольше, и делал побольше. Количество тоже у нас? Да. Работаем небольшим весом. Для тебя чисто такое, утренняя зарядка. Что тебе тоже иногда полезно. Легкая тренировка, это не упущенная. Это такая восстановительная. И я на 20. Лех, ну вот ты так все равно. На тебя смотришь, ты прям здоровый, ты мясистый. У тебя железо в тренировочном процессе присутствует. В каком объеме? Смотри, я начну издалека. Первые лет 15-17 у меня железо ноль было. Вообще никогда никакого не делал. Вообще-вообще. Ну, турник иногда мог делать. А вот 10-13 лет я стал работать с парнем. Я показывал там, Ян Ляйдин. Все. Я с ним отработал лет 5-6. У меня увеличился объем. Очень много дури добавилось. Вот. Чуть упала выносливость в боях. И я уехал в штату на 7 лет. И там почти опять не было железа. То есть американские там толкаем штучки, канаты, бегаем, прыгаем и так далее. Красфит. Да, красфитовские упражнения. Сейчас приехал, опять начал работать с Яном. Все. И вот по ощущению, в каком периоде тебе комфортнее? Очень большую силу дает. Мое мнение, те тренировки, которые я выполняю, дают силу физическую. Именно дурь такое. Вот. Раньше я работал все-таки на технику, сейчас я больше работаю на дурь. С силой. Она присутствует, но есть 2-3 приема. Если я в них ловлю людей, оттуда уйти очень сложно. И тут как раз кистила тебе, это идет бонусом, да? Чтобы от тебя не вырвались. Нет, уже тяжело. Вырваться, наверное, можно, но очень сложно. Осталось дойти до этого положения. Какому количеству людей удавалось выползти? Одному? Одному? Одному. Одному, одному. 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 А на тренировке ходил по единоборствам? Слушай, ну давай так, меня учили в незначительной степени драться. Повествую мне о том, что как бы единоборствами это не назвать, говорят, ну ты, в принципе, сильный. В принципе, тебя по корпусу бить такой мясистый. Вот мы тебя научим сейчас как бы правильно бить правой, немножко попадать левой, ну и чтобы сильно в голову не прилетало. Вот. У меня был, когда я был помоложе, я еще сам работал тренером, там, прям в раннем возрасте. Влад Бурко, вот, и впереди, да, хожу там. А так у меня же я, когда упал, у меня еще смещение пятипозвонков из шеи в каком-то там моменте, там, возраста, мне было не рекомендовано получать часто в голову. Вот. Сейчас, в принципе, стабильный шейный отдел как бы и такой, подзакаченный, сколько это может быть. Все, я понял, надо тебя к себе обязательно затащить в зал. Алексей, я с удовольствием, я говорю, я вот как вот я максимальные прикладываю усилия, чтобы… И голову мы вообще стараемся не получать. Мы еще наваляем, да? Да, вот мы сейчас такиним немножко. В сторону рабочих. Я принесу. А вот двадцатку. Я очень хочу, мне интересно, мне и нравится. И в крайние разы, когда я там ходил в «Спортлайфе» тоже на боксе, я обычно прихожу, все это не раз сразу поединоборствуют, начинают улыбаться, ждать, что я сдохну через 2 минуты. Когда там отрабатываются в 45-60 минут, они прям, знаешь, потом по завершению, если ты там незнакомый мне человек, они прям очень так, блин, молодец, я думал, ты где-то вообще будешь типа… Уважают. Да, вафли. Я говорю, ну нет. Есть, есть количество именно ребят в «Спортлайфе», которые выносливые и стараются поддерживать какую-то функциональную силу, а не просто быть такими декоративными. Ну, это не всем удается. Сейчас сколько делаю? Пятнадцать повторений. Три. Нет. Как будто бы и веса нет. Это я думаю, нафиг я повесил. Многих спрашивают, у меня правая целиком был отрыв, беспокоит, неудобно, офигенно. Справа ничего не болит, левая болит страшно. Ты какая-то трансформер такой. Я росомаха старый. Сайборг. Я старый росомаха. Брендарь, ну я, ну я, помнишь, неудобно, никакого и… Тебе нужно руки пошире ставить, максимально широко. Дальше. Да. 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 А мы в жале. 89, 90, 91, 92 Ребят, я решил тренером подработать по утрам Записывайтесь, дорого, эффективно Дорого, эффективно, больно Как, Руслан? Отлично, с зарядом мотивации А, туда смотреть Глупый кочка, всем привет Я оставлю упражнение какое-либо на спину Напоследок Я не уверен, могу ли я что-то делать спиной Поэтому мы пока Грудь, плечи Трицепс отдельно Все жмущие движения И будет здорово трицепсом добить А потом уже тянущие Я постараюсь с них подключиться Работаем, дышим Все на выдохе Тяжелее меня на 20 килограмм Коняра Кстати, друзья мои Кому интересно Вес 115 килограмм На самом деле здоровый Вживую, вообще трындец И скажи, пожалуйста Рост у тебя? 187 примерно А соперник у тебя по боксу будет? Ну почти 2 метра роста Огосяки Килограмм вроде 130 Такой, слушай, не малыш Хороший Люблю таких Не, ну если бы он был как бы Не так интересно А так сразу вау Главное, чтобы Алексей ничего не перепутал Лучше этого не сдушил Там как пойдет дальше Скажи, пожалуйста, к бою Ты готовишься с разбором оппонента? Да С своей командой? Со штабом? Да Мы основные моменты как бы просматриваем Но у меня сейчас проблема в том, что Мой соперник по боксу У него видеофото нету Мы не знаем, что он умеет Что он не умеет Это как это? Ну вот так У человека вообще ничего? Вообще ничего А прошлые выступления? Прошлые бои? Нельзя идти В прошлые бои он по борьбе выступал Ага То есть огромный здоровый борец То есть это борьб Сейчас он работает по боксу А что и как мы не знаем Интересно Меня там можно ударную технику увидеть Потому что на всех там боях Восьмидеся Я все равно какую-никакую ударку показывал Все равно ты что-то бьешь Что-то там Делаешь проходы А у него этого нет То есть главное, чтобы он не перепутал И бороться не полез Ну это я чуть меньше боюсь Борьбы я не сильно боюсь Так, мы сделали здесь все Как порядочные культурные люди Мы разбираем снаряд Кстати, будем считать, что Разбор снаряда и перетаскивание блинов Защитывать Элементом кроекрасхита Защитывать Так, теперь мы Я думаю, что мы поработаем С легким весом Но в более таком функциональном движении Кто думает, что больше понравится Жим из штанги стоя Ты к нему как относишься? Никак, я его не делаю Отлично Пошли попробуем Это упражнение тренирует Наш плечевой пояс Ну и является таким базовым Мы держим руки Ты пошире Ты, наверное, вот так вот возьмешься Безымянным пальцем На блестящей полоске И выжимаем штангу стоя Над собой фиксируя Уходим тут Над грудными Выжимаем на выдохе И фиксируемся под ней Так, что я делаю? Что я делаю? 15 20 Сильно не подпрыгивай Мало подпрыгивай Убрал опору Еще один так же разминочный Страсть, упор Давайте на всю стопу Носок Со всей стопой Бисисис болит Почему-то Почему-то тут? Или вообще? Да, вот здесь Да? Давай, поднимай У меня надорван бисисис А, был? Давно? Давно, месяцев 10 назад, 12 Не заживай Ну как? Сейчас почему-то Скорее всего он уже зажил Но у тебя мышечная ткань Там, где срастается Перестает быть мышечной Образуется шрам Рубец Это соединительная ткань И она уже не имеет Такой эластичности Поэтому ты его чувствуешь Он уже по-другому тянется А почему болит? Потому что по-другому тянет его Нервные окончания Никуда не делись Не за амплитуда Ну, за такое время он не может То есть, расстает за это время Что делать? Что делать? Еще раз это поднимать будем? Это более тяжелая Бесна Не, я имею ввиду с ним Чтобы он перестал это делать Перестал болеть? Да Слушай, я боюсь Что только еще Определенный диапазон времени поможет Операция А оно тебе надо? От операции Не сделает тебя более функциональным Но ты потеряешь что? Время? Откат? Реабилитация? Восстановление? Очень похожее ощущение Что так болит здесь Чуть-чуть меньше Оба бицепса сорваны А? Оба бицепса сорваны Но он не весь Он частично был надерван Они там простерили кость Туда натянули его Вокруг У меня также грудная приделана На 4 болта Ты, оказывается, тоже Брать терминатор Немножко киборг, да Да, надеваем по 10 килограмм Кстати, я выдавал себе тоже перерыв Из-за травмы Две недели Вчера была первая тренировка ног Поприседал так, что аж грудные болят Так штангу держал Сорвался Грудные болят? Ну, все равно же тянет Нормально повесил Да Даже не ожидал, что пойдет Я-то не делал никогда упражнение Да? Это вообще не делал никогда Удививительно На самом деле, очень функционально Согласитесь, как бы Весь корпус работает Печевой пояс Стена Стабилизаторы Очень хорошее движение Никогда не делал Как раз таки, можно много других движений не делать А вот подобное Включать Спортсменам почти любого вида спорта В свой арсенал Потому что оно очень-очень Функциональное Ябадаба Верхнюю точку под штангу Уходи И встал как штангист Опа Приподни О Хорошо Сильного дискомфорта в бицепсе нет? 10 11 Ну, большого нет Отлично Ну, чтобы он не нарастал Все Стандартизированный 12 С некоторой болью мы уже привычно просто живем Она такая Нас сопровождает и напоминает Я провел несколько боев Потому что я остался сломанными ребрами К чему-то я привык, да А к чему-то еще нет Где-то всту нет Надрыв получил В процессе Чего, борьбы? Так же Поднять не умею Все равно есть тренировка Когда ты горячий Ты же ничего не чувствуешь Потом домой Через часик Начинает болеть Ага А ты всю тренировку боролся Бросал и бил А сейчас там бывает Когда ты бьешь Там грушу Изо всех сил Если ты ее на руку оденешь Получается сильный Да Он буквально недавно Приезжал ко мне друг Он мастер спорта Международник По Пауэрлифтингу Ну и боксирует Он говорит Он парня боксировал Получилось Ушел в живот И говорит Парень подсел И провалился на руку Ему всем весом Он говорит У меня бицепс оторвался Он говорит Весь на руку Скис целиком У меня там веса Разом еще На напряженную руку И оторвало бицепс Причем противо Рука сюда Это сюда Да От одного парня Историю услышал Она такая Она не забавная Но более удивительная Он бицепс оторвал Знаешь как Позируя Он настолько сильно напрягся Просто Что у него бицепс оторвался Ну естественно Уже на сушке На сливе Обезвоженном Не-не-не Нафиг надо Поэтому выпендриваться Тоже надо Аккуратный Вот так Капельку Выпендривайтесь Аккуратно И размятыми Ну смех смехом Да Разминка Перед позированием Это было бы Интересно Так я сам тоже Не хочу ее поднимать Я хочу спать И есть Причем спать Очень сильно Со вчерашнего дня Друзья мои Поспал я Два часа В кровати И 30 минут В самолете Вот А два дня назад Я только прилетел В Петербург И вернусь сюда Теперь уже через неделю Главное Еще пошире Еще на сантиметр Шире будет Да Ну ты прям Ну прям ребята Алексей огромный Блин Огромный Здоровый И кстати По фактуре По плечевому поясу По Костной структуре Если бы Леха занимался Допустим Не единоборствами А к примеру Тяжелой атлетикой Либо там Бодибилдингом В какой-то момент Тоже были бы очень хорошие результаты Прям это вот Природой видно Жестче держи Сильный мост Не вставай Я рассказывал Я был В своем классе Самым дохликом 16 парней было Я был 15 Вот такой мелкий Тощий Дохлый У меня было полное освобождение От занятий физкультурой Все остальное Я делал уже сам У меня то же самое Полное освобождение От занятий физкультурой Запрет занятий Спортом Нестабильность шейного отдела Тоси Бойси Здоровыми спортсмены Стали те Кому нельзя было заниматься Когда нельзя Но очень хочется То можно Да Все кому можно было Все Но на соревнования От школы Я ездил Под фамилиями других учеников С ними как бы официально Нельзя было Участвовать Я там То Петя То Ваня То Вася Как видите То Петя То Вася Из меня Не очень Но верили Пол класса Было это Победители Всяких соревнований Нам осталось Еще по одному разу Я сейчас бахну Финальную порцию Но я хотя бы проснулся Кстати Лех Словно что Себанку уже пропил Нашего предтрена Рейджа Да Сказал что работает Это знаешь Я же состою в клубе 500 Там Среди предпринимателей Они там Все таки Ну в основном Ну не спортсмены И вот они там Любят спорить Знаешь На пресс На миллион Там рублей Я говорю Бля пацаны Со мной хоть раз Поспорьте Пожалуйста Говорю Надо на 500 тысяч А бы не хочется Со мной никто не хочет Спорить Давайте Десять килограмм скинуть Говорю Давайте за один день Я говорю Четырнадцать за день Гонял Пацаны Базара нет Любая ставка Давайте Говорю На пресс Нахуес На вес Как Четырнадцать за день Слушай Намир Намир готовился В очень был Лютой форме Знаешь Все сделал Уже Сутки не ел Сутки не пил Все Мочегонное Слабительное Как обычно 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 Срабатывало Я был четко Девяносто Просыпаюсь Девяносто Три Там с копейками Я такой Блядь Шесть утра Регистрация Сначала в двенадцать Я на рецепту Где сауна Они говорят Не включена Я говорю Блядь Включайте Нужен мастер Я говорю Мастер Хуяйсер Я сам мастер Разобрался Включил сауну Принес подушку Лег в сауне спать Она медленно Нагревалась Просыпаюсь Через час Там у нее Шестидесяти пяти Ну мокрый Вышел Вытерся Вытерся Знаешь почему? Думал Чтобы вода Обратно не впиталась То, что я вспотел Ну кукушка Уже плывет Нафиг Я с весами пошел Каждый 15 минут Входил Взвешивался В общем Четыре часа Минус три килограмма В сауне Уже без воды Без питья То есть И влез Четко Без дыхания Без сердцебиения Слушай Сердце билось так Бух Лежу Жду Опять Бух Нормально Вспотел немножко Полотенечко промахнул Чтобы вода Не впиталась Обратно Блин Окно открыл Там В коридоре Выходил Чуть продушусь Ну совсем Путишел Обратно Не пойду Я в бодибилдинг На ночь Слушай Ну ты был бы тяжем Тебе не надо вес гонять Я так У меня такое Бодибилдинг По совместительству Работы много Мне в тяжелую весовую Жизнь не позволит Перейти Надо много кушать Много спать Первое не люблю Второе не могу У меня 84 килограмма Я был много-много лет Лет 15-17 Весом 84 И за 3 месяца Я набрал 20 килограмм Тренируя 7 часов в день Денег не было даже на протеин То есть я просто жрал Гречку, перловку Ой не гречку Рис, перловку И спагетти И все И мясо кучу ел Прям просто очень много жрал И тренировался 7 часов в день Обалдеть 3 месяца передыху Плюс 20 килограмм Прямо блин Такой мышц Сумасшедших Сейчас я сделаю подход Мне просто Вам очень интересно послушать Я хочу узнать Как ты По какой причине Ты это решение принял Ты пока думай А то ты расскажешь им А мне не думать не надо Заспорил на 500 рублей Поспорил? У меня просто не было таких ребят Как вот Чтобы на полтиннике спорить Ты поспорил просто? Не-не-не Это мы с женой решили Вдвоем Поехали 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 Ну мы красавчики Вес набрал Приняв решение Совместно с женой А Как к этому пришли? Ты такой Давай обсудим Я думаю Мне нужно перейти В новую весовую категорию Или как это было? Да Жена Мне кажется Жена Мне кажется Что меня тебе не хватает Не На самом деле Я дерусь 96-го года 1996-го У нас лет Семь Первых Там Восемь Не было вообще Весовых категорий И я Своим весом 83-84 килограмма Выходил против соперников 100-105-120 140 килограмм А я 85 Паренек такой Там Двадцатилетний Вот У меня соперника Там 136 Он был там Ребята На чемпионатах мира ПВМ без правил Клуб Перчаток нет Бандажа нет Бить можно по яйцам По голове На лежачем Можно скакать Можно На сокаеву И так далее Отойдем Вот И так далее И просто страшные Огромные перцы Вот И Ну Я попросили Всегда был Самый маленький Вот И в каком-то уже В возрасте Как бы Там 96-й Наверное Год 7-й Решили Что давай Станем тяжием Все равно Деремся с тяжами Первое Второе Начали разделение Будет уже на тяжи И на 2-3 Веса стала Делиться Тяжи Больше получают денег Тяжи Больше востребованы Тяжи Больше всем нравятся И так далее Ну и я так знаете Про бокс подумал Кого вы знаете Чемпиона мира по боксу Десяток За последние 50 лет Вы все поназываете Там Фрейзера Там Мухаммеда Али Там Тайсона Еще кого-то Мы подозреваем Тяжей Да Мы Никто Мало Кто назовет Кто был 71 килограмм 60 А такие есть? А такая категория есть? 80 килограмм Да То есть мы будем Назовать тяжи Да И почему-то На этой Как бы мысли Переклинились Ну не за боксера Это я уже Так Как бы Премьер туда Привел Вот Решили Что Станем тяжами Ну Я Обещаю Ты наберешь вес А ты обещаешь Что будешь съедать Только съедать Все что я скажу Тренировки у тебя Пусть идут как идут Я и так тренировался много Вот А главное что ты еду съедал Только это самое Я бы обещал И она бы обещала За 3 месяца Мне было там 18 или 19 килограмм Ну 20-ку набрал При этом То что я сказал У меня было 3 тренировки в день 6 раз в неделю 6-7 часов в день Тренировался Дисциплина Ребята Дисциплина Вообще Давай Назови Три самых главных Вот Вставляющих элементов Для успеха Возможно В любом начинании Спорт Жизнь Работа Бизнес Ну Дисциплина Это в любом случае Номер один Талант Я всегда ставлю Там Даже не на второе Наверное место Ничего То есть Это желание Дисциплина То что ты хотел Уставить А что еще Больше ничего И доля Доля везения Не отступать Именно от цели Прямо фигачить И все такое То есть Дисциплина И не сдаваться Мозги нужны Потому что Как бы ты там Упершись Куда-то Не стремился К чему-то Но если что-то Тебе Может оно Чуть по-другому Должно К нему идти Может у тебя Все-таки Рост метр пятьдесят Там И ты весишь 120 килограмм Может тебе Не нужно Там В баскетбол Идти Или еще Может быть В борьбу В борьбу Или какой-то Другой Подобный Вид Спорта Или еще Чего-то Поэтому Все равно Ты изначально Все просчитываешь Просматриваешь И так далее Хочу вот это Дисциплина Упорство Мозги Ну интеллект Мозги Ну Как-нибудь Будем Использовать Такие Для нас Примятий Слова Мозги Талант Все остальное Дисциплина Номер один В любом случае Введение Классная вещь Еще что Классная вещь Много Много Замечательных Вещей Которые Только помогут Но Дисциплина Все-таки Номер один Потому что Пахари Я замечал По своему Виду Спорта По многим Другим Перерабатывали Любые Таланты Любые Сплески Каких-то Популярностей Еще чем Таланты Везения Везение Все равно Закончится Рано или поздно Если ты не будешь Пахать Что-то еще Тоже закончится Чего-то Вам не хватит А если ты Пахарь Пахарь Не сдаешься Не отступаешь Рано или поздно Ты преработаешь Даже Очень Быстрых Вот этих Взрывников Слушайте слова Человек Который 174 года Уже Сражается На ринге Это Профессиональный Читая тренировок Который он Начинал Предлагаю Пойти Сделать Тягу К животу На блоке Мы проработаем Мышцы Спины Блин Я уже не помню Где она Пошли Мы найдем И справимся Тут есть люди С бейджиками А вот там Штучки Не зря Алексей 10 лет Ходит в зал Он Запомнил Называет штучки Вот еще Похожая Похожая штучка Отлично Без телефона Нам подходит Похожая штучка А я в этом плане Чуть-чуть Такой Как сказать С одной стороны Ленивый С другой Зачем Мне запоминать Все комплексы Упражнений Все равно Приходит тренер Он мне их дает Но мне не для того Чтобы он не дал Я не знаю Что делать Я в принципе На каждом тренажере Знаю что делать Чаще всего Нужна То что я сказал Дисциплина Потому что Ты можешь прийти Не в настроении Можешь не выспаться Не покушать Не еще что-нибудь Можешь Тебе звонком Чем-то отвлечь И ты прямо Куда-нибудь Загрузишься Там делаешь Выработаешь Абсолютно Не буду тренировку То есть Меня тренер Я с ним могу Разговаривать еще Леша 45 секунд Прошло Пошел Мы там болтаем Сменемся 45 секунд Прошло Пошел Минута прошла Пошел То есть Он не даст Тебе Заскучать Загрустить И Сбиться С режима С необходимого Вот какие Страшные грабли На самом деле Пацаны Взял что было Ничем Особо Интеллектуальным Выбор Выбор у меня Не был Обусловлен Высоким уровнем Сложности Просто Что было Я думаю Это что такое Для викингов Да Ну Раз у нас есть Такая рукояточка Необычная Мы с Алексеем Поработаем На среднем положении Ну Леша Во-первых Это точно Более подходящее Чем узкое Посмотрите Он широкий Он крупный Да Ему работать В принципе С обычной Вот такой Бабочкой Рукояткой Будет Просто Не очень Комфортно И Не совсем Эффективно Да Для таких Крупных Ребят Подходит В принципе Хват более Широкий Вот таким Вот образом Не те мышцы Вырастут Не То есть Вырастут Те Но ты максимально Не сможешь Вовлечь в работу Ну И в принципе У меня Присутствуют Широчайшие В какой-то Степени Поэтому Вот мы Поработаем Таким Вот образом Лех Так же На 20 раз Начинаем На выдохе Небольшая Динамика Вперед Небольшая Динамика Назад 30 градусов Примерно У нас Амплитуда И на Выдохе Мы Подтягиваем Да Позволяется Подниму Вот Я телефон Заработал Значит С ним И не поспоришь Кровой Телефон Лех Хорошо Хорошо Двигаешься Бицепс Как? Здесь Отлично Тут Отлично Хорошо Ну да Там Было Растянутое Положение И еще И непривычное Новое Движение Мы Дышим На выдохе Работаем Двадцать Не Вот эта штука У меня Более-менее Легко дается Тянуть Давить Давить Душить Это мы все время Тренируемся С Русланом Чагаевым Он же боксер Ага И мы как бы Пришли к тому И друг друга Подкалываем Ему все Достаточно легко Иду Толкать От себя А мне то Что к себе Мало того Есть так называемая Полноценная методика И программа Тренировочная Она связана И с культуризмом В том числе Так и называется Тяни-толкай Через день Тренируются мышцы Все тянущие На другой тренировке Все толкающие Ну вот В один день Ты боксер В другой день Ты борец Ну что-то Нет В один день Ты делаешь Подсобку Для борьбы А в другой Подсобку Для бокса Потому что Мышцы Работают На самом же деле В единоборствах Работают Те же самые Типа мышечных волокон Которые в культуризме Или в тяжелой атлетике Просто те же самые Мышечные волокна Работают Немножечко В разном режиме Да Они работают У вас дольше На дольше В протяжении времени Но все равно Сила взрывная А не Аэробная Просто нужно Больше слова Выносливости Для этого Типа мышечных волокон Поэтому На самом деле При должном подходе Ну В частности Наверное Мы можем заметить На Так скажем Бойцах Заграничных Они зачастую Вот так вот Можно посмотреть Более атлетичные Чем у нас То у них больше Работа Мне кажется Железно Часто Они вот больше То что Толкают Тележки Свои Взрывная Сила Из американского Футбола У них там Такие взрывные Дышим Ху Дышим Ху Толкают 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 Все понятно, все понятно. Так, конечно, с этой штукой любой сможет. Любой сможет. Суперсетом работаем. Возьмем гантельки, какие-нибудь небольшие. И двумя руками мы делаем сгибания, ставим их и сразу же от них узким хватом выполняем 20 отжиманий. Таким вот суперсетчиком. Ну давай вместе, бери десятки нормально. 20-20, да? Двадцать и двадцать, да. Двенажки? Ну десятки возьми, нормально. А вон двенажки внизу есть, кстати. Тут оказывается все это продублировано. Все по два. Да, все по два. Двадцать и двадцать. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверх выдыхай, тогда отжимай. Ху! 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 Не падай! Раза! Ты слишком тяжелый. Ага, столкнул. Как тяжелый, я легче с тебя. У меня вообще бараний вес, я говорю. Я что и приколол? Я не тренировался, не кушал. Ну, с дочкой, говорю, неделю пробовал. Ну, отдохнул хотя бы здорово. Ну, уже, классно. Друзья мои, если вам понравилось, то поставьте палец вверх. Если вам не понравилось, лучше молчите. Он реально здоровый, найдет по айпишнику, задушит, даже не пискните. Поставьте палец вверх, болейте с Алексеем на ближайшем его спарринге и в ближайших турнирах и всех последующих. Потому что 176 лет он на ринге. Еще столько же, дай бог, будет радовать нас своими поединками. Мы желаем тебе победы. Всем всего хорошего. Желаем вам здоровья, успехов, берегите близких, занимайтесь спортом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.